Особое мнение на 101FM И это большая очень проблема, почему-то когда у нас затевалась история с концессией И все переживали из-за того, что может быть вырастет тариф на тепло и на горячую воду Никто не переживал, что из-за массовой перекладки труб люди будут сидеть недели без горячей воды А никуда не денешься теперь Ну да, это неприятно, но тем не менее работы ведутся Я как автомобилист готов свидетельствовать, что это так Масса дорог перекрыта, везде раскопки Будем надеяться, что эти работы в скорости закончатся И город получит все-таки хорошую систему обеспечения коммунальными услугами Которая будет служить гораздо надежнее и дольше, чем предыдущая Да, очень на это надеемся, что мы не зря мучаемся без горячей воды Ладно, это такое вступление было Давайте все-таки к самой главной, наверное, теме последних дней и последних месяцев Это история с перелицованной нашей Конституцией С поправками, которые теперь уже после всенародного одобрения, как нам рассказывают, вступили в силу, как я понимаю Ключевое слово нам рассказывают Вступили, вступили, да, к сожалению, вступили Мы имеем то, что имеем Ну, посмотрим На мой взгляд, из всех поправок, за которые кто-то голосовал за, кто-то голосовал против них Важнейший является, безусловно, одна Это обнуление сроков ныне действующего президента Все остальное, это декорация А вы думаете, он воспользуется этой поправкой? Безусловно Потому что ведь говорится о том, что все это сделано для того, чтобы сейчас не рыскали глазами И не смотрели, кто будет преемником Ну, я, конечно, плохой астролог Не люблю предсказания Но, тем не менее, я все-таки считаю, что эта поправка задумывалась для того, чтобы ей, безусловно, воспользоваться Понятно Поглядим Жизнь покажет Может быть, конечно, Владимир Владимирович уйдет на покой в силу возраста, усталости Может быть, все-таки и воспользуется этими поправками и будет продолжать укреплять стабильность, безопасность, уверенность в завтрашнем дне Такое ощущение, что вы этому не рады Я в это не верю просто Понятно Ян Евгеньевич, но все-таки какие-то позитивные моменты для каждого гражданина России во всех этих поправках мы можем найти? Ну, вот есть что-то из того, что туда внесено, что кардинально изменит жизнь, не знаю, рядового кировчанина, например? Да нет, конечно То есть и социальной поправки тоже нет Слушайте, мы уже на эту тему говорили Говорили с вами, да В чем необходимость вносить в Конституцию поправку, предусматривающую регулярность индексации пенсии, если и в настоящий момент правительство Российской Федерации не лишено такой возможности Они могут, оно может индексировать пенсии хоть каждый месяц При том, что даже с учетом того, что сейчас в Конституцию подобного рода норма внесена, не оговаривается о том, что эта минимальная индексация должна хотя бы покрывать текущую инфляцию Соответственно, ну как правительство примет, на такую шуму пенсии и индексируют Захотят на 100 рублей поднимут, захотят на 5000, захотят на рубль И все это будет соответствовать ныне действующей Конституции В чем смысл, не понимаю А если не поднимут, то можно будет с Конституцией куда-то там прийти, не знаю, сказать, а где моя пенсия инфицированная Безусловно, безусловно, если не поднимут даже на 1 рубль, либо на 1 копейку Забудут там или еще по каким-то причинам Да, можно будет, безусловно, обращаться в суд, ссылаться на основной закон, говорить, как же так, требую, имею право и прочее, прочее Там, знаете, есть такие немножко размытые формулировки Ну, из разряда, там, дети, приоритет государственной политики Я почему-то про детям, вот про эту формулировку многим нашим экспертам задаю вопрос Вот значит ли это, что, например, ребенок, который нуждается в дорогостоящем лечении, да И его родители имеют право, например, сейчас прийти, там, я не знаю, к региональным нашим властям, еще куда-то Да, если нет, например, возможности у них самих приобрести этот препарат А в список, там, жизненно важных, необходимых он не входит Могут ли они, опираясь на Конституцию, прийти к властям и сказать Слушайте, ну вот, дописаны дети, приоритет государственной политики Помогайте нам Ой, Аня, дьявол, как водится, в мелочах, в деталях Так Значит, в Конституции написано там, что да, дети, приоритет, но не написано, как следует это выражение понимать И не исключаю того, что озабоченные здоровьем своих детей родители получат разъяснение о том, что они как раз Конституцию понимают неправильно И приоритет государственной политики в части развития детского здравоохранения заключается не в приобретении за счет средств бюджета дорогостоящих лекарств для относительно небольшой группы тяжелобольных детей в виде там золгенсмы, которая там миллионы долларов стоит, либо спинразы и прочие вещи Значит, а, ну, не знаю, в обеспечении бесплатным школьным питанием Всех-всех детей Всех-всех детей Вот и все И как раз тот факт, что даже сейчас единого понимания, как следует к этому относиться, нет, служит тот факт, что регулярно на просторах интернета, в средствах массовой информации, даже на телевидении регулярно объявляются различного рода благотворительные акции Где граждане собирают всем скопом деньги для того, чтобы какого-то ребенка спасти от мучительной смерти А не правительство Российской Федерации, озабоченное этим вопросом, принимает решение о выделении соответствующего финансирования из бюджета Вот подождите, сейчас поднимут многозарабатывающим россиянам налог до 15% подоходнее и сразу всех вылечим Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим Есть ли в этих поправках что-то, что в негативную сторону может изменить нашу жизнь, вот так вот, чтобы они прям работали? Ну, то есть вот история с международным правом, например Я задавала вам до программы вопрос, насколько останется у россиянина право, например, обращаться в ЕСПЧ? Никуда оно не денется до тех пор, пока Россия входит в Совет Европы, право обращаться в Европейский суд по правам человека У любого гражданина Российской Федерации останется Другой вопрос о том, что сейчас в Конституцию заложен механизм, с помощью которого решения европейского суда могут не исполняться То есть раньше обязательными они были? Ну, раньше Или были все-таки лазейки? Были лазейки И в Конституции было написано о том, что существует приоритет норм международного права решения ЕСПЧ над внутренним правом Российской Федерации И когда, например, Европейский суд по правам человека принимал решение по жалобе конкретного человека Например, господина Пичугина, который отбывает пожизненное наказание Компании ЮКОС О том, что его приговор несправедлив и нуждается в пересмотре Приходилось изыскивать различного рода обходные пути, маневры и пытаться обойти подобного рода неудобную норму С тем, чтобы выплатить господину Пичугину компенсацию, но ни коем случае не пересматривать приговор, который устраивает наша власть То сейчас подобного рода практика получит дальнейшее развитие законодательное закрепление Люди, получившие положительное решение ЕСПЧ, будут получать материальную компенсацию в какой-то сумме в европейской валюте из бюджета Российской Федерации Но те судебные решения, которые Европейский суд признает нарушающими Европейскую конвенцию о правах человека Они не будут просто пересматриваться Это не очень хорошо, безусловно Точно так же абсолютно мерзкими являются поправки, которые продолжают разрушать судебную систему Российской Федерации Предоставляя президенту право безмотивно, на основании собственного усмотрения Инициировать вопрос о лишении любого судьи его полномочий То есть просто со ссылкой на какую-то утрату доверия Не раскрывая, в чем такая утрата должна состоять, какой проступок или поступок должен совершить тот или иной судья Мне это, безусловно, не нравится Это внушает изрядные опасения того, что судебная система Российской Федерации И так находящаяся не в блестящем положении Никак не укрепится, а наоборот будет все больше и больше деградировать Я правильно понимаю, что это история с тем, что независимость судов И так, под большим вопросом в глазах многих находящаяся Она сейчас, ну фактически там, да, получает Ну, к сожалению, судебная система Российской Федерации Слишком много взяла негатива из советской судебной системы И при этом отринула те положительные черты, которые были судебной системе СССР присущи В настоящий момент это единая вертикаль Которая фактически напрямую подчиняется высшим органам судейского сообщества Верховному суду А, соответственно, судей Верховного суда напрямую зависят от властей, придержащих В виде администрации президента, самого Владимира Владимировича и прочее Так называемое телефонное право, да? Фактически, да Контроля общественности за процедурой назначения судей За процедурой отрешения их от власти Ну, практически не существует У нас есть небольшая часть представителей общественности Закавычим это слово, которое присутствует в квалификационных коллегиях судей И на их очень незначительная часть При этом это номинальные представители общественности Это люди, которые, ну, безусловно, какую-то волю общества отражают Но очень незначительная часть и, на мой взгляд, попасть стороннему человеку В квалификационную коллегию судей с тем, чтобы как-то донести волю общества До судейского сообщества весьма проблематично А вот та история, что, ну, будем все-таки на лучшее надеяться, да Но вот что какой-то судья, может быть, не совсем там независимый и прочее Она для обычного человека чем опасна? Ну, то есть вот если это не человек, который занимается политической деятельностью, там, да Если он не состоит в системной, там, или несистемной оппозиции Ну, вот какие решения суда для обычного человека, там, вынесенные судьей Может быть, не совсем там независимым, могут быть опасны? Да любые Остановила человека наряд ДПС ГАИ, например, собственно говоря Где-то не так он им ответил, не так на них посмотрел Либо сразу руки на капот не положил и прочее Они обиделись, написали то, чего не было Либо, упаси бог, нашли что-нибудь ненужное у него в кармане, либо в багажнике И пойди потом докажи, собственно говоря, что ты не верблет Вот самый простой пример Дело Голунова показало, простите, очень многим, что даже люди достаточно известные Иван Голунов, корреспондент Медузы Да, даже люди известные общественности далеко не полностью защищены от подобного рода беспредела А куда может обращаться обыкновенный человек за решением своих проблем? Только в суд, и поэтому здесь, конечно, крайне важно, чтобы этот суд был независим от власти Чтобы он Чтобы никто повлиять не мог Да, чтобы он выносил свои решения на основании закона, а не в угоду политической целесообразности, либо даже экономической необходимости Есть еще какие-то вещи, которые вот кардинально изменят нашу жизнь после того, как вот эта конституция уже с поправками начнет действовать Я правильно понимаю, что она уже все? Ну, я... То есть она уже действует? Ну, она уже действует, уже она опубликована, в книжных магазинах продается Остается только лишь дождаться сейчас подведения официальных итогов общероссийского голосования С тем, чтобы нам уже официально объявили с высоких трибун о том, что столько-то процентов за Все, большинство проголосовало Пусть во дворах, на капотах, на мусорных ящиках и прочее, прочее, но проголосовало Пусть наблюдатели не могут удостовериться, что голоса посчитаны правильно Как вы процедуру оцениваете голосование и вообще перспективы ее распространения на выборы? То есть вот это было голосование такое с непонятным статусом А сейчас уже пошли разговоры о том, что и обычные выборы можно так проводить Неделю голосовать, истанционка, пенечки Ну, это же очень удобно Никаких наблюдателей удостовериться в отсутствии каких-то вбросов в правильности подсчета голосов и прочее Наблюдатели были все-таки от общественной палаты Не везде, не на каждом участке Да, и неделю, конечно, сложно закрывать каждый участок, это правда На мой взгляд, все-таки выборы — это форма народовластия, которая жестко прописана в законах И подобного рода практика не должна меняться Более того, я думаю, что здесь имеет смысл задуматься, если, конечно, воля будет у наших законодателей Задуматься над расширением методов общественного контроля за результатами выборов Моя бы воля вообще была бы в том, что я сделал бы результаты выборов каждого гражданина открытыми С тем, чтобы человек, проголосовавший на выборах, имел возможность в последующем открыть официальный, например, сайт ЦИКа И увидеть, каким образом и как его конкретно голос учтен при голосовании по тому или иному вопросу Я не вижу большой тайны в том, как голосую я Я считаю, что любой гражданин, который ответственен за свой выбор Не должен стесняться того, что кто-то узнает, как голосовал он Вы ключевое слово сказали, ответственен за свой выбор То есть, если человек сам принимает решение о том, как голосовать Ну, здесь уже, опять же, вопрос Я всегда говорю о том, что наше государство давно и тяжело больно И надо как-то его лечить Иначе может случиться так, что болезнь перетечет в неизлечимую стадию Терминальную Ну да На мой взгляд, конечно, возможны случаи, когда бюджетников, например, каких-то учителей Или еще кого-то принуждают голосовать, еще что-то Ну, не надо этого бояться Нужно все-таки осознать, что от нас с вами сегодня, завтра, в сентябре, в ближайшем Много что зависит И это все-таки наша страна И мы все заинтересованы в том, чтобы она становилась лучше А не превращалась в какую-то, простите, восточную деспотию Ян Чеботарев, юрист в нашей студии Мы продолжаем Еще одна тема, которая, ну, тоже имеет такой достаточно длительный бэкграунд 20 примерно дней назад, это было, по-моему, в середине июня Было вынесено решение по Александровскому костелу Мы представляли интересы католической общины И решение арбитражного суда было в пользу все-таки областного правительства нашего Ну да, ну да, ну да То есть Александровский костел остается в... Ну, пока Пока Решение суда первой инстанции вынесено, опубликовано было в полном объеме на сайте арбитражного суда 21 июня Значит, мы с отцом Григорием это решение изучили, почитали, удивились Обосновали чем? Почему? А там как такового обоснования на самом деле практически не приводится Там сказано о том, что да, действительно, была проведена экспертиза Да, действительно, эксперты сказали, что здание религиозного назначения никуда не делось Что те достройки, перестройки, ремонт, реконструкции, которые производились Не привели к созданию какого-то нового имущества Отличного вот имеющегося и устроенные помещения являются второстепенными Тем не менее, суд сказал о том, что заключение экспертов не является для него обязательным Что в настоящий момент данное здание используется как концертно-выставочный комплекс Органный зал И, соответственно, подобного рода деятельность никакого отношения к религии не имеет Но это, безусловно, удивительно Почему? Потому что 327 закон, на основании которого мы и судились Говорит о том, что во внимание принимаются не нынешние функциональные использования здания А та цель, для которой это здание возводилось А в 1903-1914 годах, когда Александровский костел был выстроен и, скажем так, введен в эксплуатацию Ну, безусловно, это была римско-католическая часовня, которая использовалась по прямому назначению до 30-х годов 20-го века Подожди, так разве... Я вообще была уверена, что российский... что это все очень просто Что российский закон обязует все здания, которые были в собственности религиозных организаций, были изъяты Просто по первому требованию возвращать Ну, я не знаю, как это происходит с объектами РПЦ, конечно Но я не слышала, я не слышала, чтобы были какие-то проблемы Ну, так и происходит. Значит, и планетарии перестроены у нас, отдали И здания Квату реконструированы, отдали Ну, вот, пожалуйста, здания, по-моему, протезный институт или протезные мастерские Перекресток Карла Маркса и Роза Люксембург Несмотря на протесты людей с особенностями передвижения по городу, что им будет неудобно ездить на мельничную Его тоже в свое время отдали Это как бы очень порадоваться можно за православную церковь Да тут, понимаете, с одной стороны, я не столько пеняю даже русской православной церкви здесь Сама по себе она просто ближе к нашей власти Очень жаль, когда законы прогибаются под сиюминутную целесообразность Закон говорит о чем? О том, что да, прекрасно понимает наш законодатель Что есть ситуации, когда здания, которые раньше принадлежали религиозным организациям Перестроены и используются по другому назначению Сейчас здание Александровского костела используется областной филармонией для размещения органа, для проведения концертов органной музыки Закон говорит о том, что у правительства есть 6 лет для того, чтобы обеспечить бюджетные учреждения помещениями, которые позволят ему продолжать вести ту деятельность, которую она вела То есть, грубо говоря То есть, переехать все-таки в учреждение Да, да, да И вы знаете, вот когда в 2018 году только начинался вот этот процесс Даже у меня в фейсбуке масса людей мне писало о том, что Да как же так, да зачем, да не надо, нужно оставить городу органный зал, это же лучше Какая церковь, какой костел, да сколько там этих католиков и прочие вещи Слушайте, ребята, ну закон ведь не мы же с вами придумали Если закон есть, он должен соблюдаться в отношении, без разницы кого Русской православной церкви, римской католической церкви, мусульман, иудеев, да кого угодно Белый человек, черный человек, какая у него национальность Неправильно это, мы в конце концов в 21 веке живем Безусловно, мы сейчас готовим апелляционную жалобу на подачу этой жалобы в 2-й арбитражный апелляционный суд Получено благословение правящего архиерея Я думаю, что где-то до 20-х чисел июля эта жалоба будет подана И в дальнейшем мы будем рассматривать это дело заново, но уже в апелляционном суде Если там что-то не получится... Это будет в Кирове? Да, 2-й апелляционный суд находится в Кирове на Холновской Если там что-то не получится, ну пойдем в федеральный арбитражный суд Волговятского округа То есть это Нижний Новгород уже, да? Да, дальше в Москву, а дальше ЕСПЧ никто не отменял А, ЕСПЧ это дело будет рассматривать, если что? Ну, если что Но там ведь долго А куда деваться? Дорогу осилит идущие То есть намерены идти до конца? Ну да А еще вот вопрос все-таки по итогам судебного заседания Вы, я помню, просто во время процесса рассказывали о том, что сначала католикам вроде как разрешали проводить там службы А потом, когда начались судебные процессы и премии, я так поняла, что обиделись на католиков и запретили Со времен Никиты Белых существовало соглашение, нет Значит, существовало соглашение, по которому несколько раз в течение года, как правило, в основные церковные праздники католики имели возможность Приход Пресвятого сердца Иисуса, имел возможность пользоваться помещениями первого этажа Александровского костела За денежки, но тем не менее, проводить там службы Когда мы инициировали данный процесс, допуск верующих и клира в помещение Александровского костела Даже за деньги был запрещен и в настоящий момент даже ограничено несколько раз в году проводить службы в намоленных помещениях бывшей римско-католической часовни уже невозможно То есть ни на Рождество, ни на другие праздники нет? Нет А вот пока идет эта история вся, пытались все-таки какой-то диалог-то налазить? Я просто помню, когда все начиналось, говорил ведь тогда отец Григорий, что по идее согласны, может быть, даже и оставить это помещение в собственности области В смысле Александровский костел, но взамен что-то получить, участок какой-то для строительства Не было никаких, последние предложения поступали очень давно, как раз во времена губернаторства еще Никиты Юрьевича Но тогда предоставление приходу при святого сердца Иисуса земельного участка для строительства нового римско-католического храма Было заблокировано волей правящего архиерея Русской Православной Церкви господина Тужикова, который высказал свое неудовольствие, что слишком близко от православного храма могла быть построена церковь католическая Во всяком случае, у меня такая информация Понятно, и с той поры нет никаких движений? Нет, пока нет, последняя встреча апостольского нунца Челестина Мильора, который приезжал в Вятку, встречался Это в прошлом году было с губернатором? Да, 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 с губернатором И все? Ну, кончилось вроде бы с заверениями о том, что правительство рассмотрит и предложит верующим какие-то варианты, но Никаких предложений не было Воссаны не там, да, Воссаны не там, и никаких подвижек в этой части пока не наблюдается Печально в таком случае, будем смотреть, будем следить за ситуацией Я-то бы, конечно, хотела, чтобы дело решилось миром, чтобы все-таки нашли какой-то, ну, вариант Либо передали, соответственно, костюм, ну, тогда вот я не знаю, что там с органом, да Либо, может быть, как-то договорились и выдали какой-то, ну, не знаю, там участок, да, под застройку Потому что католики предлагали на всех уровнях сохранить этот орган Необходимости перемещать его никакой нет, пожалуйста Не круглосуточно же богослужения идут, соответственно, вечером зал мог использоваться именно как органный зал, пожалуйста Не знаю, почему в таком случае нет договоренности Все в деньги упирается Вы думаете? Ну, а как? Строительство нового какого-то зала для филармонии? Ощущение, что там в политику еще все может упираться Может быть, может быть Потому что у нас некоторые эксперты высказывались на предмет того, как можно отдавать Александровский костел полякам Посмотрите, как Польша относится к России Что, ну, тоже не радует Слушайте, папа римский, так-то вообще-то аргентинец Ну что же Ян Чеботарев в нашей студии Мы сейчас делаем перерыв на рекламу И через полторы минуты вернемся Продолжаем программу «Особые мнения» С Яном Чеботаревым мы сегодня беседуем Добрались мы, наконец, до двух совершенно непонятных мне, например Да, наверное, понятных всем остальным Историй Это история с Парком Победы Был смягчен приговор Леониду Ефаркину Нет Нет? Не был? Нет А как? Все с ним не сообщили на прошлой неделе Ну, приговор господину Ефаркину устроился на двух эпизодах Первый эпизод – это по Парку Победы И второй эпизод – это получение, по-моему, двух миллионов рублей за оказание какого-то содействия в решении вопроса коммерческой фирмы И как раз наказание, назначенное по Парку Победы, оно в итоге не претерпело никаких изменений На, по-моему, несколько месяцев сократили срок наказания по второму эпизоду и все Понятно То есть Парк Победы, приговор по Парку Победы Леониду Ефаркину устоял Это, ну, фактически покупатель, да, можно сказать, того участка Первый покупатель Вот, еще история с Владимиром Быковым, да, с бывшим главой города Кирова, бывшим руководителем законодательного собрания Которого тоже обвиняют, да, в участии, вот, в отъеме этой земли у города, собственно говоря Там несколько дел Владимир Быков до середины июня находился под домашним арестом А в 20-х числах, по-моему, 25-го числа появилась информация о том, что домашний арест ему отменен Что удивительно, там, за 10 дней до этого он был продлен ему до конца июля Мера пресчения заменена на запрет совершения определенных действий Ну, смотрите, значит, пока человек не признан виновным Пока не состоялся приговор и не вступил он в законную силу Он считается невиновным в силу 14-й статьи нашей бывшей конституции Презумпция невиновности Значит, и законодатель исходит из чего Что мера пресечения должна быть минимально достаточной Для обеспечения интересов следствия Соответственно, следствие посчитало, что в настоящий момент суд посчитал Что в настоящий момент никак господин Быков не может помешать следствию Он не скроется от следствия и суда И применил более льготную меру пресечения Отменив домашний арест Ну, на самом деле, здесь... Не, можно только порадоваться на самом деле, конечно же Ну, с одной стороны, можно порадоваться за человека Который все-таки получил немножко больше свободы перемещения С другой стороны, ну, далеко не факт, что подобная вроде временная поблажка В итоге, в обозримом будущем, не сыграет негативную роль в судьбе Владимира Васильевича Почему? Находясь под домашним арестом в случае, если его уголовное дело закончится осуждением Он мог бы претендовать на зачет времени, который он провел под домашним арестом В зачет того наказания, которое будет ему назначено Вот та более легкая мера пресечения То есть это если реальный срок будет, да? В зачет не пойдет, да Ну, слушайте, по 159 статьям, которые инкриминируются в настоящий момент Да еще и группы лиц Тяжело рассчитывать на какой-то условный срок А если возраст, состояние здоровья, заслуги перед городом? Ну, заслуги перед даже Российской Федерацией В Владимира Васильевича, безусловно, есть суд Конечно, это примет его внимание Но, как правило, при подобного рода тяжких статьях Все эти заслуги приводят к тому, что чуть-чуть снижается срок наказания Вилка для назначения наказания достаточно большая И суд может использовать как нижний предел, так и верхний предел, так и золотую середину А большая это вот от и до примерно? От 6 до 10 Причем там эпизодов достаточно большое количество Соответственно, по совокупности преступлений срок может быть еще выше На мой взгляд, гадать сейчас о том, какое развитие получит данное дело, большого смысла нет Хотя, честно, когда был отменен приговор господину Ефаркину Я думал, что, безусловно, речь пойдет о том, что в следующий раз дело будет рассматриваться уже совместно Да, совместно Если подобного рода деяния вменяется в вину и господину Быкову Ну, разумнее было бы все-таки объединить данные дела и рассматривать их совместно В данном случае судьи посчитали, что это нецелесообразно, но на то они и судьи Ну, может быть, просто по Владимиру Быкову еще нет каких-то там Возможно Деталей, да, которые следствие все еще устанавливает Но в таком случае пока вот не очень понятна история с мерой пресечения Но вы предполагаете, что срок Владимира Васильевича будет реальным? Стоп, 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 стоп Я только что сказал о том, что гадать по подобного рода статьям Наказание, как правило, всегда бывает реальное Если человека признают виновным, безотносительно фамилии подсудимого, обвиняемого Ну, безусловно, вести речь о каком-то условном наказании весьма проблематично Продолжаем еще одна тоже тема, связанная с законом Да, это история Андрея Плитко, бывшего вице-губернатора Следствие на прошлой неделе сообщило о том, что выявлены новые эпизоды Очередные эпизоды нарушения закона взятия взяток И у меня, честно говоря, вот, Елена Евгеньевича, только один вопрос То есть Андрей Плитко приехал к нам, насколько я помню То есть это было вот практически там В тот момент, когда Никита Юрьевич еще находился под следствием Да, и еще суд, суд, по-моему, еще шел Ну, вместе с Игорем Васильевым Да, 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 да Его же команда Да, история, опять же, связана с лесом Как это вообще может происходить? Ну, то есть, ну, вот А чего у нас еще, кроме леса, есть? Нефти у нас вроде нет, золота нет Что? Ну, это ведь неосторожно очень Ну, можно было подождать, там, я не знаю, пять, хотя бы Нет? Можно было и не брать Ну, нет, это понятно, конечно, все То есть, вы считаете, нет такой возможности? Да нет, конечно На самом деле, абсолютно непонятно, почему такое большое количество нарушений у чиновников и из команды ныне действующего губернатора вдруг выявляется Ну, безусловно, люди как-то странно себя ведут То ли это действительно какое-то место проклятое, с лесом связанное То ли это кадровые ошибки, которые были допущены То ли это какая-то системная проблема Потому что и во времена, и в бытность Никиты Юрьевича начиналось все именно так То есть, сначала его подчиненные привлекались к какой-то ответственности И кончилось, мы знаем с вами чем, задержанием самого Никиты Белых И последующим его осуждением Ну, здесь, конечно, внимательнее надо быть ныне действующему губернатору К назначению людей на подобного рода ответственные посты Повнимательнее в кадровой политике И так, извините, рейтинг господина Васильева не зашкаливает А наоборот, где-то внизу рейтинга он находится Странно, странно Слушайте, а вот у меня вопрос Если все-таки вот это дело, ну, достаточно громкое оно будет, да Доведено будет до конца И приговор Андрею Плитко и всем остальным причастным Будет достаточно суровым Послужит ли это, я не знаю, для страстки последующих всех чиновников? Не знаю Не знаю На мой взгляд, здесь можно, конечно, обвинять конкретного человека Который не устоял против соблазна, безусловно Но и система виновата Отсутствие должного контроля Отсутствие прозрачности при принятии тех или иных решений Любой человек, когда совершает какое-то деяние Полагает, что, ну, как раз он-то и является тем счастливчиком Который избежит заслуженного наказания Что никто никогда не узнает А я правильно понимаю, что есть те, кто избегает? Ну, безусловно, есть Их, наверное, немало Немало Так Но вероятность достаточно низкая В данном случае здесь во многом четкой схемы работы Не придумано и не может быть придумано Как, простите, вести себя к коррупционеру, чтобы никогда не попасть Самый простой вариант, просто взятки не брать Не нарушать закон Ну, да Тем более, что, ну, вот эти вот пакеты с деньгами Конверты какие-то, господи Это каменный век, джунгли Понятно Но как безнал Все же на виду, все же прозрачно Тут, кстати говоря, вот СМИ сообщили, что Количество жалобщиков на взяточников растет в Кировской области Причем так достаточно значительно растет Это связано с тем, что жаловаться стали чаще Или с тем, что органы стали лучше работать Или с тем, что преступления стало больше Да проблемы в экономике просто у нас становятся больше И, соответственно, потери тех сумм, которые еще год-полтора-два назад Достаточно спокойно воспринимались бизнесом В настоящий момент подобного рода поборы являются уже, ну, критическими для существования И, соответственно, во многом именно с этим я лично и связываю то, что растет количество обращений граждан С подобного рода заявлениями Ну, это можно только, с одной стороны, приветствовать С другой стороны, конечно, можно Повышается гражданская сознательность Ой, если бы Если бы, на мой взгляд, пока Это связано, прежде всего, все-таки с Критическим Критичным состоянием экономики Как только мы выйдем из кризиса Получим какое-то развитие и прочее, прочее Сократится число обращений Люди будут пытаться закрывать глаза на то, что сейчас они не могут никак перенести Сейчас любое вымогательство взятки Как правило, подобного рода деяния Сопряжены с активными действиями С тем, чтобы показать потерпевшему, что без подобного рода мзды Он не сможет продолжать свою деятельность Я думаю, что с течением времени, безусловно Ситуация будет меняться и далеко не в лучшую сторону Все-таки коррупция это Не очевидное преступление Это не уличное хулиганство И граждане наши далеко не всегда Относятся к подобного рода проявлениям Как действительно к общественному злу И зачастую Обращаются в порохранительные органы Вынужденно Если бы они имели возможность закрыть глаза на подобного рода просьбы Со стороны чиновников Они бы закрыли Когда у них такая возможность появится, количество заявлений сократится, безусловно Яна Чеботарев В нашей студии Юрист Есть еще одна тема Очень короткая Я бы хотела, чтобы вы по ней высказались Тема федеральная Я думаю, что вы видели Это дело Светланы Прокопьевой Журналист из Пскова По-моему, журналист Радио Свобода Да Которую обвиняют в оправдании терроризма И сегодня ей выносят приговор Уже достаточно большое количество было постов в интернете По этому поводу И была акция в выходные дни Наши коллеги московские журналисты выходили с пикетами И тоже были задержаны Вот эта вот история Я сейчас даже текст не буду разбирать, который Светлана писала А вот сама эта история Шесть лет запросила прокуратура Но фактически за мнение, высказанное журналистом На ваш взгляд Это горько и обидно И очень часто действительно Мнение, которое высказывает человек Квалифицируется нашими правоохранительными органами Как призывы к чему-то Проводятся различного рода экспертизы Здесь, конечно, очень тяжело критиковать деятельность экспертов Которые лично мне неизвестны Чем они руководились Но, по-моему, там экспертиз больше восьми По этому делу было проведено Причем с деметрально противоположными мнениями Слишком неосторожно ведет себя государство На мой взгляд, привлекая журналистов за высказанное мнение Пусть даже оно кому-то покажется некорректным Да бог с ним Но прямых-то призывов ведь нету Выходить на площади, громить и прочие вещи Ну, какое здесь оправдание терроризма В каком месте? Существует масса ученых Которые, извините, изучают подобного рода Общественные явления Как терроризм Им сейчас чего бросить Занятие наук и не писать ничего? И студентам ничего не рассказывать Я так понимаю В конституциях массы западных стран Прямо прописано право народа на восстание Против своего правительства Это правда Это правда Я не призываю никого ни к чему Но это так Значит, в конституции США это написано Значит, и чего прекратить заниматься изучением международного права Ну, книги же скоро будем или что? Аккуратнее надо относиться, безусловно, нашим властям К подобного рода попыткам На мой взгляд, ограничить свободу слова Которое, простите, у нас точно так же прописано в конституции И все еще прописано На то, что конституция изменилась Ну да Первые две, во всяком случае, основные главы Существенных изменений не претерпели Оказающиеся прав в свободу человека и гражданина И в этой части, ну, мы имеем право с вами высказывать свое мнение И здесь я рассчитываю, что, ну, пусть даже не сегодняшний суд Но к моменту вступления итогового судебного акта в законную силу Суд все-таки поймет ошибку обвинения и поправит ее Яна Чеботарев, юрист, был в нашей студии Программа «Особое мнение» Спасибо большое, программа на этом завершается До свидания Особое мнение на 101FM